С момента окончания Второй мировой войны прошел уже 71 год. 2 сентября своего рода второй день победы. Долгие годы в официальном календаре знаменательных дат эта дата игнорировалась, но историческая справедливость восстановлена. 2 сентября объявлена государственным праздником. Сегодня, спустя несколько дней после памятной даты, мы встретимся с теми, благодаря кому простые жители Приморья установили тысячи фамилий солдат и офицеров, похороненных в Приморье во время Второй мировой войны. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная и у нас в студии часть состава сводного десанта поисковиков. Андрей Николаевич Водейников, председатель Союза десантников Приморского края. Здравствуйте. Станислав Валерич Иванов, председатель отделения Союза десантников в Приморском крае города Владивостока. Здравствуйте. И Алексей Викторович Рябухин, член Союза десантников Приморского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, как прошел день окончания Второй мировой войны у вас в этом году, и ведь вы ведете помимо поисковой деятельности очень активную деятельность по патриотическому воспитанию. В общем, всего не перечислишь, хотелось бы, чтобы вы рассказали сами. На самом деле, вы правильно отметили, что день окончания Второй мировой войны – это второй день победы, потому что, говоря об окончании Второй мировой войны, мы еще зачастую забываем, что это день победы над милитаристской Японией, что мы выиграли эту войну, и, как сами ветераны говорят, для них это очень важно. То есть нельзя забывать эту дату. И непосредственно уже окончание Второй мировой войны, и, конечно, это уже такая, скорее всего, даже день победы общемирового значения, потому что эту дату празднуют уже все страны антигитлеровской коалиции. У нас, помимо официальных празднований, участие Союза десантников, конечно, проводились еще мероприятия, приуроченные к этой дате, их было несколько. Мы о них подробнее расскажем, но вкратце это о том, что Союз десантников были участниками 71-й, то есть арокады автопробега. Станислав более подробно о ней расскажет. И у нас был такой, можно сказать, беспрецедентный такой опыт, приуроченный как раз и к началу учебного года на 2016-2017 год. И непосредственно к окончанию, к дате окончания Второй мировой войны, у нас была сформирована детская команда по футболу Союза десантников Приморского края. И данная команда с выездом посетила детскую колонию для несовершеннолетних в поселке Врангель, где непосредственно состоялся товарищеский матч по футболу. Об этом более подробно уже Алексей расскажет. Да, это очень, мне кажется, такое значимое мероприятие. Безусловно. Подробно о нем поговорим, потому что это было значимым днем не только для воспитанников, но и для обычных ребят, которые туда приехали. Да, давайте об этом расскажем. Начинаем про футбол. Футбол состоялся выезд 27 августа, практически уже в последние дни каникул. То есть, понравилось то, что дети, которых мы пригласили поучаствовать в команде, они пожертвовали последними днями отдыха. То есть, все безоговорочно сразу согласились. Первое, что когда туда приехали, в колонию, с чем они столкнулись, это та тяжелая атмосфера, в которой находятся подростки их годов. То есть, там сидят, грубо говоря, все сидят осужденные дети 14-18 лет. За тяжкие преступления, такие как убийства, грабежи, разбой, наркотики. Но, что мне понравилось, наши ребята отыграли. Сразу скажу, мы проиграли. Команда Союза десантников проиграла. Но, по окончании матча, все, абсолютно все, от осужденных до администрации колонии, они выразили огромную благодарность. Потому что, как Андрей сказал, что посещение было беспрецедентное. Такого в истории еще не было, чтобы гражданские люди приехали, отыграли, получили и те, и те заряд позитива, хорошего настроения. И, повторюсь, что команда была очень такая неслабая с нашей стороны. И с завершением вот этого всего матча было то, что были преподнесены, помимо призов, то есть кубков, грамот, были сладкие подарки. И той команде, и другой. Но, в итоге, они все остались в колонии. То есть, ребята нашей команды, они приняли решение, без нашего давления, без всего приняли решение, все призы оставить ребятам в колонии. Звали обратно нас, ну, в качестве гостей, естественно, туда, сами ребята. По приезду обратно в город родители начали нам отзваниваться, благодарить. И одна мама сказала, что я уверена, что эта поездка в жизни моего сына сыграет какую-то роль. То есть, мало того, что ребята просто поиграли в футбол, они посмотрели, какие пути в жизни могут быть. Помимо того, что они сейчас учатся в школах, в училищах. Есть и другие еще пути, по которым они могли бы пойти и могут пойти. Я уверен, что не только для одного мальчика, а для всех эта поездка оказала какую-то роль. Безусловно, да и, конечно же, для воспитанников, которые пообщались с детьми своего возраста, и с другой, так сказать, все-таки, с другого общества, с другой сферы. Я думаю, что это вы, наверное, не в последний раз туда поехали, это только начало сотрудничества. Мы уже проговорили, ребята сами уже запросились. Ну, естественно, это будет, скорее всего, где-то на весенних каникулах. Это мероприятие мы еще раз хотим все-таки провести. Ответный матч, ответную игру с ребятами. Я хочу просто добавить в эту ситуацию, Алексей, дополнить, что когда мы вручали сладкие призы, соответственно, команде осужденных с колонии достался ящик мороженого, нашей команде конфеты. Наша команда, то есть ребята сами решили для того, что эти конфеты, которые им достались, они отдадут своим оппонентам, игрокам той команде. И когда они развернулись и пошли давать конфеты, то увидели то, что не сговариваясь, навстречу шел делегат от команды осужденных и нес коробку, эту коробку с мороженым, вручать нашим. Они настолько друг с другом прониклись во время игры, что никто никого не сменжевался, каждый был по-своему психологически заряжен на результат, независимо от счета игры, все понимали, что никто не стусовал, ни с их стороны, ни с нашей, никто не сдрефил, проще говоря. И довольны были все. И вот этот момент показывает, что все-таки дети остаются детьми, независимо по какой сторону забора они находятся. Они все равно остаются. Они точно так же, в любом случае, им приятно получить сладкие призы. И у них все равно остаются свои какие-то моменты, дань уважения, то есть за ту борьбу или сопротивление, которое, пускай это в спорте, им было оказано. Это очень много, значит, вот это уважение с одной и с другой стороны. Естественно, все осталось ребятам с колонии, все эти сладкие призы, но вот тот момент, который, не сговариваясь, получился, он доказывает, что это было не зря, ни для кого из них, ни для всех, кто участвовал в этом процессе, в этой акции. То есть вот за эти два часа, которые мы там находились, у тех детей что-то перевернулось в голове. То есть этого оказалось достаточно, этих даже двух часов. Это очень важно, конечно. Даже вот кто-то из них, пусть даже из ста человек один, если вот на самом деле встанет на путь исправления, я считаю, что это уже результат. Конечно. И этот случай не единственный. Я знаю, что вас даже в детский сад приглашают общаться с детьми, и дети с удовольствием слушают. На самом деле это так. Мы посетили перед Днем Победы, перед Днем Мая, как правило, есть и в школах там месячники, акции идут. И в том числе в этом году нас приглашали даже в детский сад. И у нас подобного опыта с детьми такого маленького возраста, конечно, не было. В этом плане была несколько такая трудность. Но все-таки мы постарались как-то рассказать детям и о воздушно-десантных войсках. Кто знает, может кто-то достигает своих целей, идя к ней даже с такого возраста. И кто-то захочет связать свою судьбу со службой в армии. Все в жизни возможно. Дети были очень рады. И даже рады те члены Союза десантников, которые непосредственно ездили в детский сад и проводили. Кстати, один из этих людей был заслуженный артист России, и Горенко Евгений, который непосредственно и сейчас один из ведущих актеров драматического театра имени Горького. Имени Горького, да. Я знаю, что вы и в школах постоянные гости. Сейчас 1 сентября, начался учебный год. И, конечно, вы также будете заниматься патриотическим воспитанием школьников. Это не первый год проходит. И расскажите, как меняются дети? Они уже ждут вас, наверное, как своих. Задают какие-то вопросы, может быть, более взрослые с каждым годом. Дети всегда остаются детьми. И все вопросы, естественно, они где-то разные, они под копирку никогда не идут. Но в большей степени мы ведем работу это для того, потому что видим, как иногда, как бы нам этого не хотелось, но иногда дети не знают своей истории, не знают историю страны, не интересуются историей своей семьи, своего города. Мы считаем, что это очень важно, потому что не зная собственной истории, тут уже есть очень много и политических наглядных примеров, к чему это может приводить. И дети, они сейчас увлечены все компьютерами, играми компьютерами, они зачастую подчеркивают исторические факты, именно те, что им преподают в компьютерных играх каких-то там доводят. Они думают, что это так и есть на самом деле. Хотя игра это и есть всего лишь игра, не более того. Но именно такие искажения, они дают неправильное представление у детей об нашей истории, об истории нашей страны, об истории русского воинства в целом как такового. Поэтому наша задача, мы считаем, что детям как можно больше и правильно донести, вложить в голову то, что та история, какая она была хорошая, либо плохие моменты, без разницы, но она без искажений. То есть в любом случае это было, это и есть, это уже остается история нашей страны, нашей великой страны. Они в первую очередь должны это знать. И также мы делаем акцент на то, что наша страна всегда была многонациональной и никогда не было никаких, тем более у военных признаков, вернее распределения по национальным признакам. Всегда для всех, особенно для десанта, это всегда было. То есть одна задача, одна на всех. Выполнение задач, одна на всех победа. И такие моменты мы и пытаемся донести. Я думаю, мы как раз плавно перешли в нашем разговоре к вашим экспедициям, к поисковой деятельности. Расскажите, как прошла одна из последних, я знаю, что она была не так давно. Поделитесь впечатлениями. Украина у нас экспедиция проводилась с 4 августа по 7 августа. Это военно-историческая экспедиция, называлась 40 до 71, приуроченная к 71 году окончания Второй мировой войны. Значит, в 9 утра мы выехали из города и выдвинулись в город Уссурийск на памятник Победы в городе Уссурийске. Там администрация города нас встретила хорошо, возложили цветы, речь сказали. Затем поехали в Новонекольское село. Там тоже у нас, получается, погибшие воины 310-го военного госпиталя, то есть захоронения. Оттуда выехали в Покровку, в Покровку, в село Покровки. Там администрация города нас встретила достойно. Тоже провели речь, возложили цветы. Следующее выдвижение было в село Полтавка. Также там захоронения, братские могилы, солдат. По пути, когда везде выдвигались, наводили порядок на памятниках. То есть мусор, листья, траву, все это убирали, где-то подкрашивали, где-то камни выставляли ровненько. Затем наша экспедиция выдвинулась в пограничный район, на старое кладбище. Мы буквально в апреле месяце принимали участие, тоже в поисковой группе, были в этих местах. То есть было все в таком заброшенном состоянии. И сейчас силами людей, то есть принимали участие, это и город Владивосток, и Камчатка, и Москва, и Санкт-Петербург, сбор средств на восстановление этих памятников. Было восстановлено 153 имени солдата. На обелиске высечены их имена. То есть 5-го числа было открытие в 10 утра в пограничном районе на улице Уссурийской, на Старом кладбище. Были дети с пограничного района, были много общественных организаций, в том числе и Союз десантников. Открытие произошло, возложили цветы, затем выдвинулись на гору Котельниково. Это пограничный район. На заставу приехали, пограничники нас встретили. И в сопровождении военной техники, военных машин поехали на эту сопку. Там восстановили два памятника одному Селиванову Степану Назаровичу. То есть 40 лет назад там просто стоял крест на этой сопке, и была табличка железная. Либо ветром, либо как эту табличку снесло. И 40 лет этот памятник был безымянный. Никто не знал, ну, знали, пограничники знали, что здесь памятник, что здесь крест, а кто похоронен, кому неизвестно. И был один из старослуживцев этой заставы, который говорит, я знаю, кто здесь похоронен, назвал фамилию. И Долженко Анатолий, ну, это у нас в пограничном районе один из деятелей, он поднял архивы, нашел этого человека, который здесь. Это был Селиван Степан Назарович. То есть восстановили могилу, сделали надгробие. То есть в фотографиях это все будет приурочено, посмотрите. И связались с правнучкой, то есть больше никого нет, то ни внучки, ни дочки, правнучка. Но она не смогла приехать на открытие этого памятника. Она отсюда или она уже уехала? Она написала письмо, нет, она здесь всего нет, она из Запада, мне память не подводит. Написала письмо, письмо было зачитано на открытие этого памятника. Поблагодарила, что благодаря вашим усилиям, трудам, то есть восстанавливаются имена солдат, солдат, и каждый солдат будет похоронен. Восстановили памятник. В таком момент, там рядом еще один памятник был, еще пограничникам погибших в 1936 году, на этой же сопке. Ну и задали вопрос, да, то есть, почему вы этот памятник не восстановите? На фотографии будет он старый, ну, старого вида памятника, 1936 года. Ну, зачем его восстанавливать, когда это и есть сам памятник? То есть, ну, там фамилия, имя, имя, это написано человека, но изменения в лучшую сторону, как бы, решили не делать. Везде нас встречала администрация города, то есть, везде мы ночевку ночевали нормально, то есть, первый раз на водохранилище переночевали, второй раз на полянке, недалеко от пограничной заставы. Везде встречали достойно, и, ну, нормально было. Также была запланирована у нас поисковая работа, но поисковую работу мы до конца не довели, ну, выполнили ее, поставили задачи. В связи с большой растительностью в августе месяце ее очень тяжело проводить. То есть, прошли, прочитали местность. Можно добавить, да? Конечно, конечно. Да, вот, госпиталь, там же, в районе горы Медвежья, то есть, просто были даны карты с ориентировочным нахождением госпиталя тех времен августа 45-го года, куда первые госпитали, которые привозили раненых солдат, которые именно в маньчжурской операции участвовали, обнаружили этот госпиталь в лесу. Да, вот, как Станислав сказал, что сложности были из-за большой растительности. То есть, видно... Ограничено видимость. Да, ограничено все это видно, рытвенные под палатки, под артиллерийские орудия. То ландшафт порастает, да? Да, порастает. А вам нужно видеть именно ландшафт местности, чтобы зрители понимали. Да, ну, как Станислав сказал, что поиск прекратили, как таковой, до того момента, когда лесу... Я надеюсь продлить его, может, на октябрь, когда растительность... Либо на октябрь, либо на раннюю весну, то есть, как мы в апреле ездили, когда достаточно, ну, более проще передвигаться и по местности, и ландшафт достаточно открыт, и видно и окопы, и блиндажи, и все как на ладони, даже воронки видно невооруженным глазом, поэтому... То есть, вы, как правило, по весне стараетесь выезжать и по осени, да? Я думаю, что это наиболее эффективные вот эти методы. Мы-то, скажем, только вклинились в эту структуру, в эти моменты поисковой деятельности, поэтому, ну, как практика показала, да, и что самое оптимальное, это именно либо поздняя осень, либо ранняя весна. Много очень захоронений, которые еще не открыты, то есть, это, по словам местных жителей, именно районов пограничного района, то есть, есть, примерно, определенные места, где они знают, что, да, 40 лет назад они видели там дужки от кровати госпитальных, то есть, какие-то моменты, но, примерно, районы знают, но точное место не могут оказать. Вот у нас задача все это обойти, у нас есть металлоискатели специальные, то есть, определенные, ходим, ищем, что-то находим, начинаем заниматься дальнейшей деятельностью. А сложность в том, вот именно в поиске госпиталей, что хоронили, госпиталь находится, и в радиусе 500 метров. Совсем рядом, получается. Ну, оно и рядом, и в то же время для леса это, я бы не сказал, что рядом. Для вас это уже много, да, получается? Да, 500 метров, то есть, территорию в радиусе 500 метров нужно прочесать, и, опять же, как Станислав сказал, что металлоискатель есть, но такой момент, что на раненых, возможно, было только нижнее белье, ни пряжек, ни пуговиц, ничего. И вот именно по ландшафту нужно определять, где есть возможное место захоронения. Будем искать, на этом не будем останавливаться, продолжать все наши дела. Хочу еще сказать момент такой, да, там, как бы, 9 сентября ориентировочно также планируется большое, ну, большое захоронение в Братской могиле на Сопке Снеговой. То есть, это тоже восстановление обелиска, обелиска, то есть, там полторы тысячи бойцов в Братской могиле захоронены, ну, они все безыменные, то есть, нет имен. Есть определенные памятники, рядом стоят, там, Герой Советского Союза, ну, кто-то, сами видно, родственники приезжают, сами поставят, ну, массовое, да, кто знает, нету. Вот на данный момент 735 тысяч собралось, денег, ну, желательно, там, до полутора миллионов, ну, то есть, потихонечку собирается. А куда к вам обращаться? Давайте скажем, чтобы, может быть, кто-то захочет помочь или задать вопрос какой-то. Ведь часто к вам обращаются? Я думаю, если... Счет есть. Да, хотят обратиться. Есть непосредственно, есть человек в пограничном, это инициатор всей этой деятельности, именно на территории пограничного района. Я безумно, мы все безумно ему благодарны. Это Долженко Анатолий. Я думаю, можно напрямую обращаться к нему. У нас также владеет ситуация, работает в этом вопросе и военно-историческое общество, и также непосредственно и сотрудники ЦМО, организаторы РАКАДы, в котором мы принимали участие, то есть, все обладают ситуацией. Ну, и можно непосредственно, конечно, и связаться с нами. То есть, телефоны есть, они доступны, есть и на справочном деле, то есть, если кто не сможет записать, телефон достаточно... Телезрители сейчас видят их на экране, поэтому я думаю, что и за помощью обратятся, а может быть, и с поддержкой. Да. Поэтому в данном случае, конечно, никто ни от какой помощи не откажется, потому что все эти имена восстанавливаются, выбиваются, естественно, это все делается за народные деньги. И очень приятно даже, что, как Станислав говорил, в пограничном, когда мы были в апреле на старом кладбище, мы видели только старенький, невысокий, небольшой такой обелиск и все, хотя вокруг на огромной площади, там холмик на холмике, то есть, все понимаем, что это могила, это все бойцы лежат. И ни таблички, ни креста, ничего нет. А сейчас часть фамилии восстановлена, и вот уже приятно на открытии было видеть, что все-таки... 153 человека уже лежат в этой земле, есть их фамилии, имена и звания. Кто именно? Да. И уже родственники могут приехать и поклониться своим дедам, прадедам. А часто ли родственники обращаются к вам за помощью, восстановить имя или найти? Нет, к нам, непосредственно к нам не обращались, но обращаются, я так, насколько знаю, к организатору, непосредственно и к Анатолию Долженко, потому что видели мы таблички, где вот на сопке Снеговой, братской могилы, там из Белоруссии даже приезжали, вот узнали, что их там родственник похоронен, находится в братской могиле, они приехали, установили такую памятную табличку с его именем, фамилией, то есть вот такие вот частные случаи, они, конечно, есть, но, как правило, это восстанавливается фамилией, находится, родственник идет от обратного, не в родственнике, а наоборот, от поисковиков к родственникам дорога идет. К сожалению, остается буквально минуточка, и я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы делаете, и хотела бы сказать телезрителям, что программа подробная об экспедиции, об одной из экспедиций уже была записана, ее можно посмотреть в интернете, поэтому, к сожалению, мы сегодня ограничены во времени всегда, и мы с вами не успеваем сказать всего, подробно рассказать об экспедициях, которые будут проходить, но, тем не менее, я думаю, что к вам будут обращаться люди, и за помощью, и с поддержкой, я очень это надеюсь. На этом наша работа не заканчивается, потому что есть одна такая фраза, что война закончена, когда похоронен последний солдат. И мы никогда не ограничиваемся только одними поисковыми работами, поэтому мы работаем и над собой, мы очень много и тренируемся, и спортивно, и в военно-тактическом плане, и приглашаем всегда рады молодежи, потому что, в первую очередь, если мы говорим о патриотизме, что говорить о патриотизме нужно не с дивана, да, нужно подтверждать это своими действиями и поступками, и Родину нужно не просто любить, ее нужно уметь защищать, поэтому мы всегда рады всем и ученикам, и студентам, всем, кто непосредственно хочет это доказать на деле, поэтому мы ждем всех гостей к нам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. К сожалению, пора заканчивать. Спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова